Всем привет, друзья! С вами Сергей. 3 по 15. Это новая рубрика на канале OldSchoolGamer. За последние годы у меня в стиме накопилось более 2000 игр. Многие из них я прошел, многие были куплены по старой памяти, но все же около половины игр ни разу мной не запускались. В каждом выпуске передачи 3 по 15 мы будем смотреть 3 игры, каждую по 15 минут. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Сегодня в выпуске Camp Sunshine, Highlands и Trapzem. Camp Sunshine от Fossil Games. О, как зловещее начало. Зловещее и пиксельное. Контроллер, кстати, не работает. Клавиатура работает. Почему не работает геймпад, вот интересно. Ну, походу, игра чисто ПК-эксклюзив. Судя по предыстории, все это повторяет сюжет из знаменитых американских фильмов, типа Пятница 13, где лагерь для подростков, там всякие американские пионеры, и там их кто-то убивает. Итак, предлагают нам выбрать сложность. Люблю вызов. Вызов я ем на завтрак. Давайте среднюю сложность выберем. Итак. Судя по всему, маму везет ребенка в легкий лагерь. Ну, ребенок такой, смотрите. Хипстоватый, с голубыми глазами. В кепочке. Типа, расстался она с отцом. И, походу, решила мамаша погулять. И отвезла сына, чтобы не мешался на лето в лагерь. И первым делом он постричал негра с бородкой. Негр рассказывает про правила. Типа, днем двери открыты, можешь делать, что хочешь. Но ночью двери закрываются. И все должны ночевать внутри помещения. Бобенка говорит показать респект негру, но хипста негра не уважает. Негр строит из себя начальника. И еще какой-то хипстер с красным эротезом, который настолько пафсен и крут, что когда говорит, закрывает глаза. Его зовут Джек. Он тоже голубоглазый. Ну и мамка поехала такой довольной походкой. Наконец-то от спиногрыза великовозрастного избавилась. Ну и наступает уже ночь. Говорят, давайте спать с утра. Разберемся. Утро вечера мудренее. И внутри мы нашли управление. И нам говорят, что геймпад должен работать. Причем нарисован какой-то геймпад от Super Nintendo. Но у нас почему-то не работает геймпад, который Xbox One Elite без провода. Давайте поэтому играть на клавиатуре. Инвентарь на Escape. Бежать на Shift. Пробел взаимодействовать. M карта. E фонарик. Остальное ходить. Итак, надо запомнить пробел. Карта. Бежать. Окей. Спокойной ночи. Пока. Ого-го. Holy shit. Что за говно? Джек. И я проснулся. Геймпад не работает. Ладно, отложим его в сторону. Ну что, погнали. Я могу ходить. Я могу бегать. Карта пока не работает. Инвентарь. Ага. Ого-го-го. Повсюду кровь. Черт. Открыл чемодан. И переоделся из пижамы. Ну отлично. Хоть не в пижаме буду лазить как дебил. Шкаф не открывается. Нашел фонарик. Можно включать и выключать. Отлично. Да он меня разыгрывает в первую ночь. Наверное, кетчупом все измазал и убежал. Ох, Джек. Ох, проказник. Ого-го-го. Тут медведь какой-то разъярённый. Это не точно меня стебут. Что за хрень? Надо убегать. Он спрятался в куст. Его привлекает мой фонарик. Лучше быть осторожным. Надо найти директора. Он по-любому где-то тут. О, наступил на ветку. А-а-а. И снова этот медведь. Бегом. Хе-хе-хе. Да, это было близко. Карта. Давайте посмотрим. Итак. Пока что герой ходит сам. Я им даже не управляю. Что за хрень? Это половина тела. Мне нужна помощь. И забежал в ближайший дом. Алло, кто-нибудь? Так. Теперь я могу опять идти. Тут снова повсюду кетчуп. И вторая половина. Чьи-то ноги. Отлично. Оторванная страница. Там написано. Найди из всех, чтобы остановить его. Сожги воспоминания. Я должен поговорить с кем-нибудь про эту медвежью крепоту. Дивник. Какой счастливый день. Блин, на самом деле, уже пять минут прошло. Поэтому давайте быстренько. А не то. Сейчас мы будем читать и игру не посмотрим. Говорят, народ какой-то ехал на фургончике. Беременная телка и бородатый мужик с синими, точнее, с зелеными глазами. Баба похожа была вообще на мужика. И они спрятались где-то. И увидели какого-то плюшевого мишку. Он такой, типа, был милый. И они подумали, что по-любому... Это как-то относится ко всему тому, что происходит. И они уснули, легли спать. А потом мужик что-то услышал. А там какие-то сатанисты плясали голые у костра. И тут отошли у бабы в воду. И она начала рожать. Он такой, о господи, о господи. Эта история не имеет никакого смысла. Может быть, она родила этого медведя? Ну, нужно собирать дальше эти страницы. Там, может быть, страницы что-нибудь понятны. There are more. Тут больше. И кровь идет направо. Окей. И тут кровь. А, у кровати можно сохраниться. Отлично. То, что можно сохраниться, это хорошо. Если нас убьет медведь, не придется начинать с самого начала. Путь побега. Прикольно тут. На много предметов можно навести, почитать, что они делают. Так. Посмотрим карту. Где сейчас я? Понятия не имею. Welcome Hall. А, вот. Я слева посередине, около Westwood. И мне нужно к директору, судя по всему. И вон наверху канцлер хендгаут. Рядом со столовой. Ну, пойдемте сразу туда. Выключу фонарь. Блин, ну без фонаря можно нарваться на этого медведя. Опа. Нашел энергетик в помойке. Хорошо, что можно в помойке рыться. И тут в разные стороны можно идти. Так, а не отсюда ли я вообще вышел? Закрыто нет, вряд ли. Столовая. Опа. Тут какая-то баба. Поговорим. Я нашел батарейки. Поговори с бабой. Я думаю, лучше оставить ее одну. Посмотрим, что там. Эй, что ты тут делаешь? Я сбаликодировал это место. Вот дерьмо-то, жив. Ты поможешь мне? И сейчас. Ты, наверное, есть тот медведь. Не могу никому доверять. Пусти меня, киллер там где-то. Я тебе помогу, если ты поможешь мне. Я нашел какую-то странную бумагу. Ты про страницу дневника. Мне нужно 8 стернсов English Maze. Которые растут вокруг. Цветочки какие-то. И если я их найду, то, да, меня этот тип пустит вовнутрь. Что это? А, ничего. Вот эти белые, наверное. Так, раз. 8 ему надо. Ох, наверху наступил. Только белые подходят. Походу, 8-то будет не так просто найти. Это что у нас? Нет, надо к директору. Это? Нет, следующий дом. Вот это, да. И тут тоже все в кровище. Порой из помойки. Нашел батарейки. Это хорошо. А, фонарик-то на батарейках. У меня он сел как раз. Ммм, директор, кто тут? Телевизор. Которому ничего. Еще батарейки. Не хочу садиться на диван. Что в тумбочке? Ничего. Ну, нашел ключ от склада. Игрушечки. Фрики. А-хо-хо-хо-хо. Свариваем. А-а-а. Сраный медведь. Умеет ли медведь выходить в двери? Ага, еще цветочек. Судя по всему, директора мы тут не найдем. И медведь уже много кого перерезал. Что-то пробежало. А, это просто мышь. Нашел алфавитный кубик. И еще батарейки. Ну, игра прикольная. Мне кажется, это не на 15 минут, чтобы проникнуться. В целом, концепция понятна. Но тут, мне кажется... Ха-ха-ха. Я раздавил крысу на смерт. В целом, концепция понятна. И когда видишь злодея, от него можно убежать. Ну, по крайней мере, сейчас. Что тоже неплохо. Ну, что делать, пока непонятно. Я знаю, что надо искать цветочки. Но лагерь довольно большой. И пока непонятно. Это все-таки как рогалик или это сюжетная игра? То есть... Какое поведение у медведя, пока не ясно. Можно ли встретить его там, где продумали. Или он ходит, меня и ищет. Или что-то пополам и то, и то. У нас трупец. Я нашел еду. Хе-хе-хе. В трупе. Ну, и всегда приятно, что можно помародерить. Приставка. Не для игр время. Телевизор разбит. Опять все в крови. Ну, так стрёмно, да. Если медведь со входа зайдет. Как сваливать. О-хо-хо-хо. Вон он. Тварь. Непонятно, он один или нет. Это прям, знаете, было до мурашек. Статуя якобы Иллермана. Всегда любимый. И никогда не забытый. Такое чувство, что медведь ошивается в каждом доме. Нашел батарейки. Нашел Blue Red Energy Drink. Напоминает вообще игру 513 с Дэнди. Там было похоже чем-то. Так. И везде одни трупы. И кровища. И много батареек. И энергетики. О-хо-хо. Так смотрите он как. Он просто появляется. Криповата, криповата. Блин, игра забавная. Наверное стоит пройти, мне кажется. Стоит попасться медведю. Посмотреть, что это. Game over. Нет. Нет. Надо идти кровать какую-нибудь, кстати, поспать. Чтобы сохраниться. Я уже много походил. О-о-о. Нашел немного еды. Медведь. А-а-а. Он во всех домах, походу, тусит. Он один или их много? Так. Тут уже можно куда-то закрой карты, пойти на болото. Нет. Вот куда я не хочу, так это идти на болото. И выносливость, она сама не восстанавливается. То есть нужно именно энергетики собирать, чтобы пополнять выносливость. Давайте зайдем в инвентарь. Батарейок у меня много. Вот. Хоть фонарик, чтобы работал. Да. Захватывающая игра. Меня впечатлило. Высший балл для Индии. Очень круто. Так. Тут слишком шумно, чтобы оставаться долго. Ах! Блудиком бы ты сбротен. Хе-хе. Забавно. Давайте зайдем в какой-нибудь маленький жилой дом. Найдем кровать, поспим и сохранимся. Хе-хе. Хе-хе. И тут. Он во всех трупах находит еду. Походу, этот мальчик гибал. Ничего. Чемодан. Еда. Так. А тут можно, наверное, поспать. Отлично. Ну что. И уже 15 минут. Даже 16. Заигрался я. Скажу вам. Игра просто класс. Рекомендую всем. Стоит недорого. Кэмп Саншайн. Необычно. И прям. Ну реально даже. Криповато. Я мурашки словил. Когда этот медведь неожиданно в доме появился. Интересно. Хочется продолжить. Highlands. От Burrito Studios. И сразу прям сходу главное меню. ПК игра. Играем на мышке. Прикольный какой-то такой город в небесах. Такой фэнтезийный. Город из Колумбии. Из Белшок Инфинит. В настройках у нас только разрешение. Full HD стоит. Ну ладно. Не будем менять на 4К. Так сойдет. На нормальной сложности. Первый раз, конечно же, посмотрим. Даже озвучено. Эпичное отступление. Для инди-игры. Уже в воздухе. Многие мастерили в небе. Династы были внушены. И рулили, как они видели. Они готовы тренировать. Сделать письмо. Какая его араба, шапка здоровая была, видели? Это как надувные какие-то фигуры, как будто воздушные шары династии этого воздушного королевства. Прикольно нарисовано. Вау, эпик. Итак, гейм крашт. Да ладно. Вы как-нибудь видели такое? Давайте дубль два. Прикол. Игра закрашивалась и не виндовая была ошибка, а просто в игре самой написали гейм крашт. Что за говно? Пропускаем. И вроде бы пошло. Что это было? Было реально громко. Но эта игра окрашнулась. Прикол. Начинаются диалоги. Какие-то... То ли украинцы, то ли белорусы. Нас атакуют. Приведи всех своих героев к замку, чтобы сразиться с захватчиками. Но если кто-то из королевской семьи помрет, то вы проиграете. Итак. У нас есть маленький наш островок. И вот большой замок. Чтобы атаковать. Перетащите ее на вражеский сектор. Так. А, она еще и пошаговая. Ход один. Давайте. Так. Это боевой экран. Против нас какой-то паук. Это жизнь. Когда будет ноль, значит умер. Это предположительный урон, который будет в результате кидания кубиков, судя по всему. Чем ниже здоровье, тем ниже урон. Ну, это как в баннер саге. Битва закончится, когда все враги побеждены. А чтобы атаковать, нажмите кнопку атаковать. 1-5. Убил. Битва закончилась. И Сесилия осмотрелась. Ничего необычного. Тут она заметила одинокого врага. Она позвала своих братьев. И они двинулись вперед. Парни, на помощь. Быстрее. Сесилия в проблеме. Основное правило. Атаковать врагов, когда у них большой урон рискован. Нужно атаковать, короче, несколькими персонажами. У нас есть Сесилия, Реолик и... Миха. Леолик, Сесилия и Миха. Окей. Где они? Так. Ну. Выделил всех. И как их всех разом перетащить? А вот. Икс-3. Отлично. Атаковать. Конец хода. Итак. Все герои атакуют в одно и то же время. Если кто-то умирает, то это навсегда. Нужно выбрать Леолика как блокера. Как это сделать? Ничего не понял, но вроде мы их убили. Какая-то бабка. Это их мамаша. Где папа? И теперь у нас уже 4 человека в отряде. И мамка будет драться. Когда академик лечит, это восстанавливает силу всех персонажей в секторе. Угу. То есть у нас есть лидерство. Это лидерство. Это еда. И это скрэпс. Типа мусор. Выделяем всех. А. Клик он. Медик. Кто у нас медик? Как понять, кто медик-то? Ты медик? Ага. Так. Лечение происходит в начале хода. После движения. То есть заканчиваем ход. И мамка всех подлечила. Где отец? Он сражается. На помощь ему. Ну, уделяем всех. Перетаскиваем сюда. Битва. Конец хода. Странная игра какая-то. Что эти числа значат? Непонятно. А так. А, типа, кого мы выбираем? Тот получает урон от врага, что ли? И они продолжили движение дальше по мосту. Много диалогов. Нет времени читать. Мы захватили таверну. Теперь мы можем нанимать людей в таверне, да? Кликнем по таверне. Ага. Привет. Можем нанимать персонажей разных классов. Но пока что доступны только комбатанты. О, разные комбатанты. Давайте наймем вот этого. Левел 30. Они оба левел 30. Нанять. Гарик. Теперь у нас еще и Гарик. Сесилия, Леорик, Миха, мамка Мерриган и Гарик. Нормальный отряд. Ну и давайте идем еще дальше. Повсюду пауки. Давайте выберем, чтобы Гарик был блокером. Походу, у кого мы выделяем, того бьют враги, да? Да, ударили Гарика. Все получили 3 XP. 3 опыта. Ну что, двигаемся дальше. Ну, Сесилия самая боевая. У нее вон 9. Еще больше лидерства. Меньше еды. Мы зах... А, у нас сразу на выбор 2 вражеских сектора. И враги могут захватить мой сектор. Поэтому его нужно защитить. Нужно выбрать Леорика. И выбрать Фортифай. Это происходит только в начале хода. Опять как с лечением. Так, отлично. Не знаю, а как оставить Леорика окопанного и пойти остальными? Давайте вот тут. Убьем пауков. Атаковать. Нормал. Встретили еще какого-то... ...уличного питерского художника. Которого звали Профессор Дитрих. Ну, конечно, все они интеллигенты. Давайте возвращаемся назад. Ммм, теперь враги хотят сами туда прийти. А мы всей толпой к ним. Атаковать. Отлично. И мы нашли отца. Такой он, разобородый. Антошка, Антошка. Пойдем копать картошку. Окей. Давайте выберем мамку. А где мамка? Вот мамка. И пусть она всех подлечит. Отлично. И толпой, уже целой семьей идем дальше. Тут все больше и больше пауков. Но у нас 75, у них 9. Ой, папка-то вообще, смотри, 48 у него. Тыдыщ. Ну все, он просто... Реально, как батя, отец всех порвет. Тут совсем уж много пауков. Упросительные знаки. Но я думаю... Сейчас мы всей семьей вместе. Иван! Дюк Арислан. Какой-то здоровый монгол, очередной родственник. Офигеть, 174! Это еще и враг под руководством этих пауков. Их больше, чем я думал. Оставайтесь за мной. Чувствую, сейчас отец погибнет. Отец! Нет! Мы должны отступить. Ну и походу так было, да, продумано сюжетом. Вот опять длинная история. Такой, знаете, надо тоже вдумчиво в эту игру. Может тут сюжет интересный. В общем, Иван убил папашу на мосту. И вот такая завязка была. И вот только начинается первая часть. Это все до этого был пролог. Семья ретировалась. Эх, надо мстить за батю. Захватили власть. Итак, нас ожидает первое испытание. Нужно захватить семь секторов города на севере. У нас нет ресурсов, и мы долго не простоим. Нужно сначала увеличить армию, захватывая сектора с ресурсами. И теперь мы будем получать опыт за все битвы. Когда это тоже получали. Но может будет левелапаться. Качать персов. Ну что, в принципе, суть игры становится понятна. Соответственно, нам нужно... Опять давайте... Леорик у нас будет. Охранять. А мы пойдем... Потихоньку, понемногу... Убивать пауков. Ну, поначалу все просто. Это такие простенькие инди-герои, как будто, мне кажется. Так же ходим по локации, занимаемся какой-то хренью. Захватываем территорию. Повсюду здания. Ну и опять, смотрите, пауки захватили. Ну, сейчас мы их... Так, давайте. Эдрика у него больше жизни. Победа. Через четыре хода у врагов будет подкрепление. Каждый сектор родит новых врагов. Не тратьте слишком много ходов. На девятом ходу они придут. Ну, нам нужно как минимум один ход подлечиться. Посмотреть, можем ли мы что-то сделать в других локациях. Судя по всему, нет. Не знаю, вот это 0 из 200, это уровень защиты или что. Нам ничего эти локации не приносят, такое чувство. Ну, ладно, подлечились. Пойдем атаковать дальше. Захватили. И этот сектор может три ресурса нам. Еду, лидерство или... Мусор, стройматериалы. Нам нужно активировать какой-то скилл для этого, как это сделать. Чтобы это сделать, в новом секторе нужно выбрать лидера. Элдрика или Сесилию. Давайте Элдрика. И выбрать ресурс генерейшн. Соответственно, нужно его оставить. И два хода где-то это займет. С другой стороны, нам нужно Леорика сюда, наверное, поставить. Обороняться. А остальной толпой из трех человек мы, наверное, можем ломануться и захватить какую-нибудь еще соседнюю локацию. Завершаем ход. Убиваем пауков. А тут вот до семь качнулось. И сейчас враги могут захватить нашу локацию в ответку. Интересно, они всей толпой пойдут или поделятся? Мы нашли боевой нож. Неплохо. А, враги, да, захватили сектор. Но давайте. Мы сильнее их. И некоторые персонажи у нас уже ничего не делают. Соответственно, можно в придачу еще сюда братка привезти. Ну вот и все. Захватили территорию. В принципе, забавная игруха. Меня приколола. Такая стратегия вроде. Но простенькая сделана от этих города в небе. И чем-то напоминает упрощенную версию героев, что ли. И что-то от Баннер Сади тут есть. И большой упор на сюжет. Много текста. Можно, наверное, почитать, чтобы проникнуться. Вполне, по-моему, достойная игра. Мне понравилась. Рекомендую. Продолжу играть обязательно. Трапзем от Retro Masters. Поймайте их. И геймпад работает на этот раз. Ну, решил по традиции закончить все-таки пиксельной игрой. Сегодняшнюю подборку. Фуллскрин. ВСИНК. Вибрация. Настроек нету. Но игра пиксельная. 2015 год. О, смотрите. Планшет. Брифинг. 12 мая 2027 года. Что-то нам предлагают исследовать. А, ну пропустить даже, походу, нельзя, да? Разведка обнаружила организацию под названием Robot Tech. И они хотят что-то сделать с этим островом, где мы находимся. Короче, не будем читать. Познаем все впереди. Показывают остров. Какая-то скала даже, скорее, торчащая из океана. И прилетел туда такой головастик. Пиксельный Карлсон. Итак. Лучшее время, нам говорят, войти в пещеру. Интересно. Внимание. Начинается все с обучающего уровня. Давайте. Основа управления. Ну, хорошо, сейчас нас научат всему. О, какое все дешевое и пиксельное. Ну, основа управления. Ага, help. А, стоп, это я затупил. Нам надо просто было листать. Итак, Xbox Gamepad. Двигаться, соответственно, чем угодно, стиками или крестовиной. На РТС сверлить. Физика блоков. Есть два типа блоков. Разрушаемые и неразрушаемые. Разрушаемые присоединены друг к другу. Если определенные отрезы, то остальные упадут вниз. А запоротые блоки. Все как бы понятно. И надо добраться до выхода. Ну, вроде ничего трудного. О, нифига. Вот как все это происходит. Бам. Напоминает старую такую игру камнеешка. Рокс. Оп. Смотрите, как все это получается. То есть они падают сразу. Ага, то есть вот так, стоя на месте, мы можем пилить. Понял? Нифига не понял. То есть до последнего камни держатся, но... Когда последний из них давишь, тогда все уже. Нужно вот так тогда. Да ладно. А, нифига себе. Вот этот перед выходом одиноко стоящий камень, он получается держится только за нижний. Ну, все, понятно. Игра на такую, на простую логику. Ха-ха-ха. На простую, да. Все ясно. А вот, кстати... Не совсем понимаю, как дальше. А, во. Типа они так держатся. Отлично. Выход. Ну что, пещера пройдена. И вторая пещера. Кристаллы. Кристаллы бывают двух цветов. Синие и красные. Все кристаллы надо собрать перед тем, как перейти на следующий уровень. Кристаллы могут быть уничтожены от падения блоков. Если блок содержит больше, чем один кристалл, то тогда кристалл становится красным. Собрать все кристаллы. Ну, короче, эта игра совсем уж простая, как я понял. Собираем кристальчики, собираем блоки. А, во. Блок захватывает собой кристалл. Кхм. О, пардон. Так, собираем кристаллы. А вот тут, кстати, интересно, смотрите. А, во. Получилось пройти сквозь выход. Ну, совсем простой уровень. Ну, это только начало, судя по размеру карты, которую мы видели сначала. И вот, зайдя в первую дверь, сколько тут вариантов? Тут просто, наверное, сотня с лишним уровней. Теперь враги у нас появятся. Врагов можно убить только при падении блоков. Враги могут покинуть уровень, пройдя через эскалатор. Враги не наносят урон друг другу. У каждого врага есть обычная и улучшенная версия. Улучшенная версия красная и в полтора раза быстрее. Итак, у нас есть два шредера. Правило, шредеры убивают тебя при прикосновении. Шредеры стационарны или движутся горизонтально или вертикально. Они будут двигаться за тобой до тех пор, пока ты на прямой месте с ними. Собрать все кристаллы. Ну, потихоньку все усложняется. Ну, так, совсем уж потихоньку. Вот они, да. А, во, и они уезжают, типа, на лифтах сами, да? Опа, догнал меня он, быстренький. А, ну тут, опа, мы не на линии, он нас не видит. Теперь двигается и ищет. Ага, нужно их так. Ай-яй-яй! Жесть какая. Красный, короче, может меня догнать, а серый, походу, не может. Ай-яй-яй! Ну все, я понял. Кто вообще вот эту игру придумал, мне интересно? Ну просто, посмотрите, что происходит. Вроде все просто, ничего трудного, но как-то смешно мне вообще. От самой концепции этой игры. Какой-то желтый пакман, какие-то шреддеры. Нужно бурлить своим телом, так сказать. А, убил. Собрал кристаллы, сам в любой лифт могу засесть. Отлично. Опять про врагов. Теперь у нас бомбы. То есть, первая страница то же самое, что про тех врагов, а вот слепые бомбы. Бомбы взрываются, когда ты прикасаешься к ним или роняешь на них блоки. Они либо стационарные, либо двигаются. А, горизонтально-вертикально опять же, окей. Ну тут все так, поменьше уровень, когда все более приближено стало. А, ну то есть, бомбы слепые, реально. Они меня не видят, как видели. О, да ладно. Ничего себе. Как-то по-жесткому она взорвалась-то. И тут, смотри, читается еще количество шагов и время. Жесть, то есть, мины взрывать нельзя, в принципе. Они, походу, убивают меня на всем уровне, где бы я ни был. Интересно. Ну, то есть, тут нам намекают, что нужно... Просто пройти мимо них. Вот так, да. Продолжим. Опять враги. Сенсорные бомбы. Ага, они, судя по всему, уже с глазами и могут меня догонять. И у некоторых есть еще таймер обратного отсчета. Интересно. Ну, потихоньку разные враги каждого уровня. Потом, наверное, под конец нам по жести будут миллионы разновидностей всякого говна. Да. Тут мины, которые нас... Ай! Косяк. Ну, ладно, это я понял уже по прошлом... За прошлому уровню тактику. Вот так его заманиваешь. И пока. Опа. Надо, наверное, было обе поймать так. Ай! Ха-ха-ха-ха! Так, эту на лифт. А эти хобби, значит, надо как-то заманить. О! Вот и все. Короче, боятся, стоя только красных врагов, они меня могут догнать. А синие враги не могут меня догнать. Они двигаются такой же скоростью, как я. Еще какие-то враги. Снова сенсорные бомбы. А, просто второй уровень сенсорными бомб. Ну да, сенсор бомб 2. А, это бомба с таймером. То есть тут тоже что-то надо продумать. А-а-а! Она взрывает, да, по всему уровню. Ну, хотя непонятно, по всему ли. Быстрее, быстрее, быстрее. 3, 2, 1. Почти успел. Давай! Успею, успею, успею. Не успел. Угу. Тут надо как-то совсем быстро. Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Мне дается, то есть, 3-4 секунды. Ну, даже не секунду. Время быстрее идет. Твали! Походу, из бомбы взрывается, то это все, конец уже никак не спрятаться. Так, а можно ее, наверное, я понял. Надо ее просто заманить, да, на нижний этаж, да и все. Че, я заморачивался. Логика. Угар на игрух, конечно. Простенькая, но так забавно. Управление бомбами. Можно ставить до 4 бомб. Это как в Бомбермене, что ли? На каждую кнопку. На каждую кнопку можно по очереди взрывать, как хочешь. Офигеть. То есть, тут еще... Джеймс Бомб! Ха-ха-ха-ха! Джеймс Бомб! Ага. Офигеть. То есть... Реально можно ставить бомбы? Какая жесть. Блин, а вот это как сделать? Не собрать, что так кристалл просто. Ну-ка. А если я реально вот так вот... Блин, не ту кнопку нажал. Блин, опять не ту кнопку нажал. С бомбами дает. Еще надо привыкнуть. Так, надо провести исследование. Сюда я ставлю бомбу. Если я уезжаю с самой край карты, я все равно погибаю? Да. То есть, мины нельзя взрывать ни в каком случае. Окей. Ну, раз тут можно четыре варианта разных бомб ставить, то это вообще какой-то трэш. Как это пройти? В любом случае... А, ну понятно. Или непонятно. Ха-ха-ха! Трэш. Ну, бомбы такие они, слабенькие, да? Соответственно, мы можем как? Раз, два. Черт, а на элитном геймпаде кнопки цветом не подсвечены. Это отстой. О! Все понятно. Все просто. Ну и тут, соответственно... Ха-ха, вот и все. Прикольно. То есть, тут еще нужно оперировать четырьмя различными бомбами, как так и на логику. Ну, все усложняется и усложняется. И новые враги. Кристальные лезвия. Убивают при контакте. После уничтожения превращаются в кристаллы. То есть, поэтому они называются кристальные лезвия. От них нужно как-то избавляться. А, вот. Все просто. А, сейчас мы... Все, да. Все, я понял. Оп. Надо их придавливать блоками. Забавно. Мне, кстати, напомнило игру LEGO Rock Riders с первой PlayStation. Про LEGO таких каких-то шахтеров космических. Ну и да, смотрите, такой длинный туннель у нас рисуется. И 15 минут. Дальше опять лезвие. Прикольная, на самом деле, игра. Вот тоже, да, пиксельные игры, вроде думаешь. Так себе. Ну, какой-то геймплей. А именно геймплей. Тут ни сюжета, ничего нету. Но сама вот эта концепция довольно прикольная. Мне понравилась. Я, наверное, поиграю. Не знаю, смогу ли пройти до конца. Но... Думаю, со временем докуда-нибудь додойду. Игра забавная. На этом все. Спасибо, что смотрели. С вами был Сергей. Три по 15. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!